ДИКОЕ ЖИВОТНЫЕ ЖИТЕЛИ Сейчас ведется патрулирование территории. Дополнительные занятия в школе отменили. Уроки утром начинаются позже. Здравствуйте! В эфире новости по будням. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем вам о том, чем запомнится этот день в регионе. Коротко о главных темах выпуска. Жители Иркутска жалуются на плохую уборку снега с проезжих частей города. При этом администрация отчитывается о регулярной работе спецтехники на улицах столицы Прибайкалья. Через несколько минут узнаете, почему же сугробов не становится меньше на пути водителей. Пути рынка недвижимости неисповедимы. Сегодня в выпуске разбираемся, насколько поднимутся цены на квартиры и станет ли доступнее жилье в 2024 году в Иркутске. В Иркутске началась подготовка к празднику крещения. На заливе Якоби обустраивают Иордань. Как будет обеспечивать безопасность при купании, расскажем в программе. Письменный рассказ и волшебный шар помогли мечте второклассницы стать реальностью в Прибайкалье. О чем именно идет речь, а также как шимпанзе из Иркутска смогла стать мастером маникюра, станет ясно из рубрики «Повесточки». Начнем выпуск с другой информации. Экс-министру здравоохранения региона, которого обвиняют в получении взяток, отмывании денег, халатности и злоупотреблении полномочиями, продлили меру пресечения. Эков Сандаков останется под домашним арестом еще на 6 месяцев. Такое решение принято 10 января на предварительном судебном заседании. Следующее, уже для рассмотрения дела по существу, назначено на 26 января. Напомним, по версии следствия, чиновник не принял меры для предоставления детям с сахарным диабетом инсулина, тест-полосок и глюкометров. Также в деле два эпизода о получении взяток на сумму 8 миллионов рублей. Деньги экс-министр легализовал и купил на них квартиру в Москве. Еще из-за действий чиновника причинен ущерб бюджету региона на 18 миллионов рублей. В целом объем уголовного дела составил 73 тома. Фигурантами, помимо Якова Сандакова, выступают два представителя компании, которые занимаются продажей фармацевтической продукции. Уголовное дело было направлено в суд еще 27 декабря. Кто виноват в разрушении моста в Устилимском районе, еще предстоит выяснить. Конструкция, которая соединяла два берега реки Поливы, буквально сложилась пополам под лесовозом. Водителю спецтехники повезло, он не пострадал, машина тоже уцелела. А вот у прицела поесть небольшие повреждения. Разрушенный мост – это часть магистрали, по которой перевозят лес. Поблизости нет никаких населенных пунктов. Здесь передвигается только спецтехника организации, которые ведут в этом районе свою деятельность. Как нам сообщили, в одной из крупнейших лесоперерабатывающих компаний вахтовиков по данному маршруту не перевозили. Тем не менее, после инцидента был организован объездной путь. Известно, что в 2019 году Виадук, как и другие технологические сооружения, в этом месте обследовали. Тогда к состоянию конструкции вопросов не было. Почему мост разрушился сейчас, устанавливают специалисты. В том числе выясняют, был ли нарушен предел грузоподъемности. Лесовоз, который сложил мост пополам, принадлежит частной компании. Работа по восстановлению моста продолжается. А вот в Иркутске дорожная проблема носит иной характер. В столице Прибайкалья водители все чаще стали жаловаться на несвоевременную уборку снега с проезжих частей. Дошло до того, что в некоторых местах автовладельцы едва ли не вынуждены нарушать правила дорожного движения. Тему продолжит Даниил Седов. У иркутских водителей появился новый конкурент в борьбе за господство на дорогах. Снег. А точнее, огромные сугробы, которые свалены на обочинах. На некоторых улицах снежные навалы съедают около двух метров полосы. Все это доставляет неудобства автолюбителям столицы Прибайкалья. Хотя претензии у шоферов не только к осадкам. Считаю, что не совсем. Чистят, конечно, но вот эта поливка, которая, мне кажется, лишняя. Просто очищать и вовремя все нормально. Но иногда между выпадением снега и его уборкой проходит немало времени, а это осложняет движение по проезжей части. Например, на улице Депутатской сугробы вытесняют водителей со своей полосы, и те вынуждены ехать по встречке. И это не самая большая проблема. Если на центральных улицах города на дорогах хотя бы виден асфальт, то в районе улицы Станиславского дорожное полотно скрыто под толстым слоем снега. Из-за этого здесь образовалась очень глубокая колея, и, возможно, в том числе поэтому многие водители просто избегают данного участка дороги. Осмеливаются преодолеть не самый простой участок, только водители грузовиков и внедорожников. Немногочисленные легковушки здесь едут не быстрее 30 километров в час. Но, как оказалось, все опознается в сравнении, и далеко не всех пугает ситуация, сложившаяся на улицах Иркутска. Здравительно, с Питером очень хорошо. Очень хорошо. У вас даже на набережной, где ледовые фигуры стоят, там даже брусчатка вычищена. Но в Питере нет такого. При этом нельзя сказать, что дорожники столицы Прибайкалья выполняют свою работу плохо. Например, в минувшие сутки на улицах Иркутска трудились порядка 150 человек и 70 единиц техники. Соответственными усилиями специалисты смогли вывезти из города почти полторы тысячи тонн снега. А за новогодние каникулы коммунальщики столицы Прибайкалья вывезли с улиц города более 9 тысяч тонн снега. Грейдеры, самосвалы и погрузчики пока работают в основном в центре Иркутска. Главное, чтобы вся спецтехника добралась до остальных районов до очередного снегопада, из-за которого сугробы станут еще выше и шире. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням. К аварии могут привести не только дорожные условия, но и невнимательность водителей. Тем более на опасных участках трасс. К таким можно отнести и железнодорожные переезды. Так, в Иркутском районе, недалеко от поселка Янталь, на регулируемом путепроводе, столкнулись грузовик и локомотив. Последний шел на станцию Лена. Водитель трала с полуприцепом, который перевозил фронтальный погрузчик, выехал на переезд. Но из-за габаритов машины он не смог быстро пересечь пути. В грузовик врезался локомотив. От удара серьезно пострадала кабина автомобиля. Сам большой груз развернула и выбросила на соседние пути. 56-летний водитель трала чудом не пострадал. Удар пришелся на пассажирское сидение. После аварии сотрудники ДПС три часа регулировали движение на этом участке. Сейчас специалисты выясняют, на какой сигнал светофора выехал водитель спецтехники. На месте также работали сотрудники Следственного комитета на транспорте. Проводится проверка по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта». Напомним, два месяца назад на этом же месте также столкнулись грузовик и пассажирский поезд. Тогда погибли машинист, его помощник и водитель большегруза. Всего за прошедший год в регионе произошло 13 аварий на железнодорожных переездах. Статистика говорит, что в 7 авариях из 10 виноваты сами водители. Только треть случаев можно списать на плохие дороги или ненастье. Какова причина подобной аварии в Братске, будут разбираться специалисты. В этом северном городе отечественный внедорожник вылетел с проезжей части и практически преодолел лестницу. По счастливой случайности никто не пострадал. Ну а тех, кто сознательно рискует собой, ставят под угрозу жизнь других участников движения. Наши традиционные подборки нарушений, которые попали в объективы камер. Психологи утверждают, что красный цвет побуждает людей к быстрым решениям. Похоже, что под это влияние попал водитель этой красной иномарки. Иначе как объяснить то, что он из крайнего левого ряда на запрещающий сигнал светофора проехал 3 полосы и на мосту ушел направо? Если на проезжей части никого нет, это не значит, что можно двигаться как заблагорассудится. Рассудка лишены тех, кто идет на обгон. Еще и в условиях плохой видимости на дороге. Следующая ситуация чаще всего приводит к летальному исходу на трассах. Фура, за которой шлейфом тянется облако из снега и выхлопного дыма. И вдруг из нее возникает минивэн. Еще доля секунды и жертв не избежать. Однозначно браво владельцу регистратора за отменную реакцию. Хорошей реакцией должны обладать все автомобилисты. Особенно если дорожное полотно влажное или покрыто снегом. На этих кадрах пешеход идет по переходу. Перед ним останавливаются водители. Однако владелец белой иномарки сильно спешил и чуть не снес человека. Обошлось. Но в любом случае всем участникам необходимо быть предельно внимательными. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самое интересное покажем в эфире. Как нарушителей, так и честных водителей дорога рано или поздно приводит в одну точку – на заправку. Если изначально динамика изменений цифр на топливных табло автомобилистов не радовала, то к концу года ситуация изменилась и цены на бензин в Иркутске начали снижаться. В январе тенденция продолжилась. Так, сейчас за литр самого ходового 92-го автомобилист в среднем заплатит 50 рублей 90 копеек, а где-то на 2 копейки меньше, чем до нового года. Зато больше тратиться в этом году придется иркутянам с вредными привычками, ведь с 1 января повысились акцизы на табачную и никотиносодержащую продукцию. Сберегут свои деньги малообеспеченные студенты. Материальная помощь от образовательных организаций больше не облагается налогом. Новогодние изменения коснулись и маткапитала. Теперь его могут получить лишь родители, которые на момент появления малыша являлись гражданами России. А вот проиндексируют маткапитал лишь через месяц. С 1 февраля сертификат на первенца составит почти 631 тысячу рублей. Даже такие мероподдержки, как материнский капитал, лишь капля в море, если речь заходит о стоимости жилья. В Иркутске это настоящая роскошь. Цена на квадратный метр в новостройках давно перевалила за 150 тысяч рублей. О ситуации на рынке недвижимости и о том, подешевеют ли квартиры в областном центре, узнаете в материале Олега Федорова. В зале многолюдно, как в терминале аэропорта. Но это не он. Это холл многофункционального центра в Иркутске. Ежедневно только в этом МФЦ рассматривают свыше 50 обращений по купле-продаже недвижимости. Ирина Гайделенис пришла оформлять документы на квартиру. Квадратные метры она приобрела еще два года назад в ипотеку и по материнскому капиталу. Рада, что успела. Ведь ситуация на рынке недвижимости в областном центре изменяется стремительно. Я считаю, что на очень хороших условиях, потому что в данный момент моя квартира уже поднялась в стоимости в два или даже в три раза. Сейчас очень много знакомых приобрели квартиру в новостройке. Те, у кого есть дети, приобретают с использованием мат-капитала, каким-то госпрограммам. Но даже такие меры поддержки не дают гарантии купить дом мечты. С 2024-го отменили льготные программы по индивидуальному жилищному строительству. Отныне его возможно только возвести с помощью господдержки. Что касается многоквартирных домов, то из-за роста ключевой ставки с 7,5 до 16% в 2023-м резко вырос спрос на вторичку. Раньше она была дешевле новостроек. Теперь цена и на нее повысилась. Сегодня взять квартиру в ипотеку без программ поддержки очень сложно. Стоимость квадратного метра 110-150 тысяч рублей. Но, возможно, так будет не всегда. Мы надеемся на то, что к весне, возможно, будет снижение по ключевой ставке. Если будет снижение, то, соответственно, покупательский спрос, он будет. Сейчас на данный момент отложенный спрос по вторичке. Ну а новостройки, по словам риэлторов, как покупали, так и продолжат. Хоть цены на нее в Иркутске и продолжают бить все мыслимые рекорды. Все из-за повышения стоимости строительных материалов и резкого скачка цен в пандемию. В 2020-м жилье в новом многоквартирном доме выросло в три раза. Но, опять же, благодаря льготным программам поддержки, бетонные коробки обретут своих хозяев. И помогут с этим как раз в МФЦ, где и так сегодня полно народу. Мы составляем договора купли-продаж для заявителей. Также можно к нам обратиться по режиму работы МФЦ. Поток заявителей на данный момент у нас тоже достаточно хороший. Хорошей или не очень окажется ситуация на рынке недвижимости в Иркутске в 2024-м, с уверенностью сегодня никто не скажет. Главное, со взвешенным решением подходить к выбору своего угла. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням. Согреваться домашним теплом и уютом. Это то, чего хотят все жители Иркутской области в разгар зимы. Тем более, что в регион возвращаются морозы. Уже в ночь на 11 января температура воздуха в столице Прибайкалья опустится ниже 25 градусов. На севере региона будет еще холоднее. Там столбик термометра достигнет отметки в минус 40 градусов. Хорошая новость заключается в том, что морозы очень быстро отступят. Уже 12 января дневная температура воздуха в Иркутске составит 5-7 градусов ниже нуля. А на юге Прибайкалья и в горах Восточного Саяна градусники будут показывать положительную температуру. На этом погодные качели не закончатся. 13 января снова похолодает. Из-за такой нестабильной погоды в Иркутской области решили не снимать режим повышенной готовности. Напомним, он был введен в регионе на время новогодних праздников. Стоит отметить, что подобные перепады температур для нашего региона не характерны. Зимой погода в январе месяце, по крайней мере для южных и западных районов Восточной Сибири, она достаточно устойчивая. То есть у нас господствует сибирский антициклон, когда очень мало осадков, низкие температуры, ясное небо, ночное выхолаживание и солнечные холодные дни. Ну вот в этом январе пока у нас погода или переходных периодов, то есть или осени, или весны, с очень частым прохождением фронтальных разделов и с большими перепадами температур. Переменчивая погода нередко преподносит неприятные сюрпризы. Как и холодное время года в целом, ведь это время сезонных вирусов и инфекций. Чем чаще всего болели жители Прибайкалья в ушедшем году и от чего начали лечиться уже в новом, узнаете прямо сейчас. Если градусник показывает выше 38, а за окном зима, то вероятнее всего вы заболели. Чаще всего в 2023 году прибайкальцы болели ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Не стало исключением и последняя неделя года. Так перед праздниками почти 20 тысяч жителей региона заразились острыми респираторными вирусными инфекциями. Еще 750 наших земельков переболели гриппом. Их диагноз подтвержден лабораторно. В этом сезоне в Иркутской области преимущественно циркулирует штамм, известный как гонконгский грипп. В прошлом же сезоне преобладал свиной. Все эти штаммы не новые. Специалисты периодически регистрируют их на территории региона. Никуда не исчез и коронавирус. Под Новый год диагноз COVID-19 услышали более 1300 жителей Прибайкалья. А некоторым не повезло заболеть уже в 2024 году. Так за первую неделю в области 3100 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ. Грипп подхватили 380 человек, а ковид – 124. Это в разы меньше, чем неделя ранее. Но, скорее всего, болезни не отступили. Просто в связи с праздниками люди реже обращались к врачам. Кроме того, еще около 300 прибайкальцев уже в новом году оказались в больницах с разными пневмониями. А в прошлом году в регионе также регистрировали корь и коклюш. Так что берегите себя и будьте здоровы. Давид Азизов, Дарья Ивазова. Новости по будням. Болеть не любит никто. Поэтому, чтобы не заразиться различными вирусами, стоит следить за своим здоровьем. Особенно после пандемии, знакомого всем COVID-19, который и так доставил кучу хлопот многим жителям Прибайкалья. Заставила ли пандемия чаще следить за своим самочувствием иркутян? Мы узнали с помощью традиционного опроса. Моё личное значение нет, не изменилось. У меня как было, так и стало. Я всегда занимался, тренировался, свое здоровье поддерживал, поэтому ничего не изменилось. Ну, иногда, когда масочкой бывает, что используюсь. Вроде как кушала, так кушаешь. Что говорят, скажу побольше этого, того побольше я и кушаю витамины, там все вот такое вот. Хожу в спортзал, так сказать, с плаванием занимаюсь, питанием постараюсь, ну, как придерживаться правильного питания. Ну, и раз в год медкомиссию прохожу. То есть, по-друге это не связано? Нет, просто сама, чтобы, ну, как себя лучше чувствовать и быть более здоровой. Стал чаще ходить пешком, скинул пару килограмм благодаря этому. Ну, да. Ну, а так, в принципе, ничего, витамины какие-то особые не принимаю. Вы знаете, только дома лечусь. Вот то, что, как приходится, так лечусь. Витамины я тоже не пью, во-первых, и денег не хватает в том, что пенсия небольшая. А во-вторых, по-моему, это так, перевод денег, понимаете. Ну, иногда фрукты покупаю, конечно, по мере возможности. Фрукты, витамины, а так, в принципе, к врачам стараюсь не обращаться. А почему так? Ну, не знаю. По привычке? Да, такой принцип. Сегодняшний опрос показал, что даже пандемия не способна заставить многих наших земляков задумываться о своем здоровье. Конечно, некоторые стали чаще следить за своим режимом и питанием. Есть даже те, кто занялся спортом. Но не большинство. Поэтому хотелось бы напомнить, что мы сами ответственны за свое здоровье. И беречь его нужно в любое время. Ксения Абутина, Владимир Пинаев. Новости по будням. Мы другим новостям. Волонтеры и прихожане храма Александра Невского начали обустраивать Иордань. Традиционно купель расположат на заливе Якоби. А вот станет ли она официальной? Как обеспечивают безопасность при купании? И какие требования предъявляют к подобным сооружениям? Расскажем далее. Режут, рубят, пилят лед уже со 2 января на заливе Якоби. В этот день прихожане храма Александра Невского начали возводить Иордань. Планируют закончить к празднику крещения. По традиции, 19 января люди окунутся в купели. И чтобы мероприятие прошло без происшествий, нужно помнить о безопасности. У МЧС есть целый список требований, как должна выглядеть Иордань для купания. Один из пунктов – толщина льда купели. Намораживаем лед, специально его расчищаем, чтобы он намораживался как можно толще. Это тоже для безопасности. Для купания ставим сходни специальные, деревянные. В течение дня следим за состоянием обледенения этих сходней. Они не шатаются, и народ спокойно спускается и также поднимается в воду. Также Иорданьи делают неглубокими. Максимальное расстояние до дна должно быть 1,2 метра. Но пока здесь только разметка будущих купелей. 16-18 января лед разрежут на кубы и постепенно достанут. Это делается для того, чтобы не образовалась наледь на поверхности воды. А станет ли это Иордань официальный, будет известно только 19 числа. Накануне этой даты специалисты приедут, возьмут пробы воды и вынесут свой вердикт. А вот то, что здесь помимо купели будут ледяные фигуры, можно уверенно сказать уже сейчас. Раньше кубы для создания скульптур привозили с других заливов, а в этом году волонтеры вырезают его прямо на Якобе. Далее архитекторы приступят к созданию коностаса, голубя и часовни из льда. Также сделают подсвечник, который посыпят сверху песком, чтобы люди могли ставить свечи после обрядов. Помимо скульптур Иорданьи будут сделаны водоразборные проруби. К ним особые требования. Для водозабора до самого дна не выпиливается, там сантиметров пять остается. И потом просто бурится лунка, и вода заполняется, и все готово. Все будет готово к празднику 19 января. Он начнется с крестного похода в 10 утра от храма Александра Невского. Затем воду в купелях осветят, после чего верующие смогут совершить главный ритуал – окунуться. Анастасия Коростелева, Владимир Пинаев, Новости по будням. В Прибайкале выберут «Почетную семью». Конкурс под таким названием стартует в регионе. Организаторы уже начали прием заявок. Всего будет три номинации. Конкурс будет проводиться как на областном, так и на муниципальном уровне. Мероприятие, приуроченное году семьи, пройдет в два этапа, где определятся победители среди таких категорий, как молодая, многодетная и приемная семьи. Для каждой из них свои требования. Для того, чтобы отправить заявку на участие, придется собрать перечень необходимых документов. Среди них паспорта супругов, характеристика семьи, скан дипломов, грамоты и многое другое. Важным условием также является создание презентации или видеороликов, в которых нужно рассказать о составе семьи, ее достижениях, ценностях и традициях. Все это нужно будет отправить на почту социальной защиты. Принимать заявки будут до 10 февраля. После подведения итогов призеров конкурса наградят дипломами и социальными выплатами. Сразу после новостей спорта наша традиционная рубрика «Повесточки». Из нее вы узнаете о самом необычном мастере маникюра и можно ли записаться к нему на прием. С серебром вернулись игроки Ир Айра из республики Бурятия. Там состоялся 18-й международный турнир Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу. Групповой этап турнира иркутяне прошли без поражений. В финале летчики встретились с хозяйкой состязаний командой Улан-Удэ-Сити. В упорной борьбе наши парни все же уступили со счетом 2-5, как итог второе место. За призовые места первенства Иркутской области по боксу в борьбу вступили лучшие бойцы региона. Региональный турнир стартовал в Ангарске. С 10 по 13 января на ринг спортшколы города нефтехимиков выйдут более 160 спортсменов. Все они представители различных муниципалитетов при Байкале. Там же в Ангарске, но уже игроки Ермака проведут два очередных домашних матча Национальной молодежной лиги. 13 и 14 января в гости к «Оранжево-Черным» пожалуют клуб «Гранит» из подмосковного Чехова. Этот коллектив на данный момент занимает четвертое место. Хоккеисты из города нефтехимиков пока обосновались на седьмой строчке турнирной таблицы. Данил Седов, новости по будням. Креативно, красиво и, главное, экологически полезно. Жители Иркутской области могут принять участие в конкурсе арт-объектов из вторсырья и отходов. «Зеленый квадрат» – именно так он называется – организован российским экологическим оператором. На конкурс принимаются эскизы или готовые арт-объекты на экологическую тематику. Заявку можно подать до 20 января. Еще больше интересного и необычного далее в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. В детстве, чтобы желание исполнилось, мы писали письма Деду Морозу. Однако, когда вырастаешь, понимаешь – хочешь сказку – бери и делай. При этом нельзя терять веру в чудеса. Ведь удивительные по-прежнему рядом. Докажем это прямо сейчас. Быть можно дельной обезьянкой и думать о красе ногтей. Наверняка именно так считает воспитанница Иркутского зоопарка Лея. Любимица публики продемонстрировала, как умеет управляться пилочкой для ногтей. И заметьте, ни один палец не пострадал. А вы бы записались на маникюр к такому мастеру? Новогодние мечты восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска стали реальностью в Иркутской области. Девочка очень хотела побывать на Байкале. Своё желание школьница загадала на акции «Ёлка желаний». Праздничный шар Кристины достался главе государства. Владимир Путин и исполнил мечту второклассницы. Девочка вместе с семьёй уже посмотрела Байкал, посетила музей Тольцы и город Байкальск. Владения Снежной Королевы появились под Калининградом. За создание арт-пространства отвечала сама матушка природа. Побережье Куршского залива покрылось ледяной чешуёй. Скамейки, навесы, деревья – всё это теперь напоминает сказочные картинки. Единственное, о чём стоит заботиться в такой красоте – это как сделать самый удачный кадр, ну и не упасть при этом на ледяной корке. Необычный собачий автобус был замечен в Канаде. Транспортное средство принадлежит выгульщику собак Дензелу Моррисону. Мужчина создал его, чтобы без труда вывозить домашних любимцев на прогулки на свежем воздухе. Внутри всё предназначено для безопасности и комфорта хвостатых. Каждый питомец даже получает угощение. Настоящий бизнес-класс для собак. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим ещё больше хороших новостей. И на сегодня это всё, о чём мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт ntsdfistv.ru. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры подогнал «Симон»